мы сейчас делаем рабочую документацию а потом уже будет вот стройка начнется в апреле естественно и до конца года мы должны закончить мы начали работать городом еще год назад с программой формирование комфортного городского средства российской федерации и затем решили дополнить те новообразования которые будут реализованы уже через всероссийский конкурс мунистрая дело в том что всероссийский конкурс мунистрая помогает получить дополнительное финансирование в том объеме в котором невозможно его получить на развитие города через поэтому подвязав эти две программы а также реализуем международного сотрудничества россия и эстония мы получим именно ту необходимую связку по общественным пространствам которые необходимы хотя бы для начального перезапуска города вы сказали что этот проект занял второе место в целом в конкурсе и вот мы находимся на том месте который был выдвинутый конкурс мунистрая почему за счет чего то есть это настолько уникально настолько ну скажем место которое отличается от всего остального место выбрали на самом деле сами жители критерия конкурса есть такие момент как идентичность места также ее востребованность у жителей и именно это пространство они выбрали на голосование как наиболее интересное и наиболее востребованное почему он выиграл проект в конкурсе он набрал более 90 баллов стал вторым в общем конкурсном зачете и первым в своей категории именно за счет очень деликатного подхода к исторической среде за счет архитектурных решений и за счет того вовлечения жителей которое было ими произведено потому что в малых городах достаточно сложно работать с жителями активно их вовлекать и показывать необходимый уровень вовлеченности для победы ивангородцы с этим прекрасно ставились более того нам очень помогли и наши соседи из нарвы мы проводили также опросы жителей нарвы и как иностранных так и собственно русскоязычных жителей там живущих соответственно такая глубокая вовлеченность помогла этому конкурсу выиграть плюс у нас был очень важный человек который тоже помог скорректировать данный проект в его разработке принимал участие бывший мэр нарвы бывший главный архитектор нарвы который тоже отсматривал проект и перед его подачей давал свои замечания по корректировке дал очень значимые для него архитектурные решения которые мы применили и соответственно улучшили сам проект поэтому скажем так это заслуга как самой администрации жителей центра компетенции так еще и наших коллег по ту сторону границы потому что это все граничный город это его отличительная особенность среди также всех проектов конкурса и соответственно не учитывать этот фактор было бы неправильно плюс мы понимаем что именно туризм это тот фактор который сможет помочь городу дальше развиваться было скептическое отношение у большинства жителей ивангорода насчет того что можно изменить действительно много-много лет вообще не делалось ничего из серии совсем из серии совсем но даже если вы обратите внимание на дома на поймете что очень давно заброшено очень давно не реконструировалась как-то не реформировалась да и поэтому очень скептично отнеслись сначала потому что думали что это на опять разговоры какие-то и все это вот такие ну попробовать стоит а вдруг и когда пошло строительство стало развиваться что-то делать мы такие ничего себе очень здорово что развивается творится это прекрасно это был наш осознанный выбор этого места и я уверен что через год приехав сюда вы сможете убедиться как он заиграет уже новыми красками внимание требуют сами многоквартирные дома в которых жители проживают допускаем в отдельный проект через фонд капитального ремонта а что касается благоустройства ну для сравнения могу сказать что в прошлом следующем году мы вложим практически бюджет ивангорода только в отдельный этот микрорайон что сравним с этим поэтому для нас конечно это очень знаковый момент тем более что рядом находится памятник федерального значения линаджутовая фабрика которая тоже требует ремонта мы об этом в общем-то и в комитете культуры и в пике тоже говорим о том что давайте вот мы сейчас начнем благоустройство создадим точку притяжения дальше уже будем смотреть следующий объект это парк штиглица и фабрика барона александра людвиговича штиглица